Друзья, всем привет! Сегодня у нас факт по программированию номер 17 и не затягивая этот процесс, давайте перейдем к вопросам. Итак, у нас их сегодня 5 и на самом деле они мне очень нравятся, потому что они очень интересны, потому что они неоднозначны. Давайте перейдем к первому вопросу и изучим следующим образом. Вопрос 74. Что вы думаете про clean architecture? Ну то есть чисто архитектура, которую придумал Роберт Мартин. На самом деле, смотрите, есть такие моменты, так или иначе в какой-то момент выходят архитектуры. То такая, то другая, то третья, то пятая и выходят они достаточно часто. Если у вас проект, который вы ведете там не один, не два, а пять, там лет семь, то перегонять один проект под другую архитектуру, глупо, да? Другими словами, так или иначе, я считаю, что это абстракция, достаточно большая и широкая, которую невозможно иногда натянуть на какой-то тип проекта или даже на какие-то наборы проектов, но придерживаться ее нужно. Это на самом деле в долгосрочной перспективе может вам помочь решить очень серьезные проблемы. Но если у вас, допустим, очень простой проект, то добавлять интерфейсы ради интерфейсов, прокидывать абстракции ради абстракции, чтобы только соответствовать этой архитектуре, ну, на мой взгляд, это глупо. Ну, в любом случае, я не могу сказать. Нужно смотреть конкретный проект, который, так или иначе, имеет какую-то бизнес-логику, и отсюда поплясать, какие перспективы у проекта, насколько он будет развиваться. В общем, тут сугубо личный подход. Тем не менее, я высказал свое мнение. Clean Architecture – вещь хорошая, абстрактная, стремиться к ней нужно, но без фанатизма. Ну, как-то вот так. Итак, 75-й вопрос. Нужно ли использовать ORM? На самом деле, ORM – это Object Relational Mapper, насколько я помню терминологию. В общем, что это такое? Если кратко, то представьте, что у вас есть таблица, которая хранится в SQL-сервере, пусть будет TMS SQL, и есть класс, который называется как-то Person, и таблица тоже Person. И вот ORM позволяет вам одномоментно обратиться к этой таблице, но на выходе вы получите объект Person, заполненный данными, и с ним будет удобно работать. Поменять имя, создать новый, удалить. То есть, не нужно писать SQL-ные запросы. Вы просто получаете объект из коробки. И это, на самом деле, как бы плюс. Но, опять же, нужно не забывать о том, что есть плюсы и есть минусы, и вот эти воины, которые говорят, что нужно, не нужно, я стремлюсь использовать его. Почему? Это удобно, это быстро, это позволяет реализовывать достаточно сложные математические, ну, даже не математические, бизнес-модели, да, бизнес-процессы, которые задействуют множество, количество свойств, там, подменяют, заменяют, там, свойства навигации. Вот это все проще, чем вот это вручную писать SQL-запросы. Но ОРМ предназначен, в основном, для работы с бизнес-логикой. Он, скорее, этот процесс, это, как бы, на мой взгляд, однозначно. Но с большими объемами данных ОРМы работают достаточно плохо. Почему? Ну, на самом деле, и ОРМ бывают разные. Ну, как бы, есть, которые поддерживают Change Tracking, например, Entity Framework. Есть, которые ничего не поддерживают, а просто берут и прокидывают данные. Те, которые просто прокидывают данные, они, соответственно, быстрее. Ну, в общем, это палка о двух концах. Чем больше может ОРМ, тем достаточно медленнее, да, он работает. Это, как бы, и плюс, и минус, и нужно этим уметь пользоваться. Если вам нужна какую-то штуку, которая, допустим, быстро выполняет какие-то действия в базе данных, можно даже, в принципе, вообще ОРМ не использовать, а вплоть до того, что написать простой запрос, прямой запрос, базу данных. В общем, другими словами, ОРМ – штука полезная, но нужно пользоваться ей с умом. Нельзя использовать ОРМы для больших объемов данных. Они вам просто все испортят. Ну, вот как-то вот так, да. Давайте перейдем к следующему вопросу. Изучим это следующим образом. Как можно ускорить работу Entity Framework? Ну, опять же, речь как раз идет о том, что ОРМы бывают разные. Есть ОРМы покруче, есть побыстрее, есть помедленнее. То есть, чем больше может ОРМ, тем медленнее он работает. То это, как бы, без вариантов, да. Чем больше кода проходит между реквестом, например, да, тем больше требуется на это время. В общем-то, Entity Framework – одна из тех штук, которая позволяет отключить ненужные вам фишечки. Собственно говоря, например, Change Tracker, да, который отслеживает в памяти изменения состояния ваших объектов. Добавился он, удалился, изменились свойства. Вы делаете операцию Save Change, и автоматически все изменения попадают в базу данных. Это круто. Но если вы работаете с большим объемом данных, например, только на чтение, то Change Tracker вам не нужен, поэтому можно отключить этот Change Tracker на конкретный запрос или вообще на все запросы, и, в общем-то, это ускорение будет достаточно существенным, вплоть до 20 раз, да, по скорости. Ну, опять же, в зависимости от объема данных. В общем, ускорить можно Entity Framework несколькими способами. Первое – отключить Change Tracker, который держит в памяти информацию о том, что у вас было изменение. Можно отключить Validation, да, то есть есть некоторые валидации при управлении, при сохранении данных и при чтении их. Их можно тоже отключить. И, в общем-то, можно выполнить прямой запрос, который к базе данных идет через, в общем-то, объект db-контекст, от которого взять, собственно говоря, только Connection String. В общем, прямой запрос сделать все быстро. Ну, и, в общем, вообще, третий вариант, да, четвертый вариант, да, вообще не использовать Entity Framework при работе с большим объемом данных. Ну, вот как-то так. Ну, и вопрос дальше у нас, 77, что лучше учить ASP.NET разработчику Vue, React или Angular? Друзья, это каверзный вопрос на самом деле, если честно. И ответ здесь простой. Лучше учить Blazer? Ну, давайте поподробнее. Итак, я на определенном этапе жизни, да, на том этапе жизни разработчика, я попробовал все перечисленные выше и даже еще Aureliu зацепил и еще даже Nokaut. Ну, в общем, довелось мне поработать с этими фрондентовскими штуками. Что я могу сказать? Angular, на мой взгляд, это худший из вариантов, которые, в общем-то, нужно учить разработчику. Я пытаюсь подбирать слова мягкие, потому что это правда. Когда вам нужно специально учить язык, чтобы на нем писать, это не очень хорошо. Примерно то же самое было с Flash, на котором ActionScript нужно было учить. Другой вариант, что стандартизация вот этих JS-запросов, джаваскриптовых, который в 2015 году выпустил новый стандарт за последние, там, несколько лет назад, даже несколько десятков. Ну, в общем-то, все простыло. Модульность и вот эти вот штуки, которые как бы появились в JS, они как бы упростили разработку. Ну, смотрите. Так или иначе, эти все... Давайте не так, смотрите. Есть Vue, есть React, есть Angular. Я бы рекомендовал вот из этих трех Vue. Vue, потому что оно ближе всех, особенно вот с последней, третьей версией, они ближе всех к тому... То есть с третьей версии они стали ближе к тому, что называется MVVM, да? То есть MVC, вот если так говорить. А React, на мой взгляд, это... Ну, опять же, на мой сугубо личный взгляд, хотя я согласен с некоторыми разработчиками, которые там на Западе сидят, React — это что-то такое супер-экстра-мега, похожее на jQuery. Вот как хотите. Можете отписаться в комментариях, давайте обсудим. Что же касается Angular, ну, в общем, нормальный язык, нормальный фреймворк не может называться угловатый, да? Ну, не знаю. Вот честное слово, вот тут я, наверное, плохой советчик, если честно. Я бы рекомендовал все-таки обратиться в сторону Blazor. Так или иначе, Microsoft сейчас делает все правильно, потому что, если говорить про Silverlight... Кстати, мне тоже об этом часто спрашивают. Вот Silverlight, вот что? Это же вот Blazor, не новая ли версия? Нет. Silverlight был рожден мертвым, потому что он вышел, когда уже гулял, очень сильно гулял в Flash, он вышел на собственных стандартах Microsoft, то есть не использовал междуными стандартами, то есть для него нужен был отдельный плагин. Но там, на самом деле, сами разработчики этого Silverlight говорят о том, что неудачный проект, ну, в общем, извиняются. Сейчас Blazor, он берет изначально основы основы, так сказать, международного, да, стандарта, когда WebAssembly, когда взаимодействие, не нужно никаких плагинов, когда вы... ну, в общем, ладно, не будем про это, давайте просто. Есть из этих трех лучший выбор это View, потому что он ближе всего к вот именно MVC модели, даже в некоторых моментах зацепляет MVVM, ну, хотя так, скудненько, ну, вот MVC точно, ну, лучше выбор, конечно, Blazor. Ну, и 78 вопрос, который звучит следующим образом. Что вы думаете про Ormlight как альтернатива Entity Framework? Ну, друзья, на самом деле, вопросы интересны, потому что до этого момента я не слышал про Ormlight, и я вам скажу честно, я посмотрел, я ознакомился с ним, и, ну, у меня двоякое впечатление о нем сложилось. Как элементарный, простой и быстрый фреймворк? Наверное, хорошо, но если учесть, что это... ну, ладно, скажу другими словами, ну, не выкидыш, а дочка, да, от Dapper, ну, почему бы тогда Dapper не использовать? Потому что Dapper, он как бы, ну, более распространен. Другими словами, Dapper бесплатный, а Ormlight позволяет использовать до 10 таблиц бесплатно, а потом за денежку. Ну, в общем, это, на самом деле, такое, ну, как бы, брузиться-то хрень, которую я бы... Ну, вот, если Dapper и Ormlight, лучше тогда Dapper. А если Ormlight и Entity Framework, то тогда лучше Entity Framework. Ну, в общем, они несут разные задачи, потому что Ormlight, он настолько light, что, в общем-то, ну, лучше тогда уж вообще ничего не использовать. Прямые запросы писать проще. Но, опять же, сугубо личная точка зрения. Я готов ее с вами обсудить. Ну, в общем, другими словами, из Entity Framework сделать Ormlight это вот так вот, и все, и очень легко отключаешь ненужные фишки. И сейчас отличие вот этих всех Orm состоит в том, что у кого-то больше фишечек, у кого-то меньше. В общем, если вам в Entity Framework что-то не нравится, вы можете это отключить. Это будет Dapper или тот же самый Ormlight. А если вот, допустим, у вас в Ormlight, и вы захотите использовать Change Tracker, у вас это не получится, потому что там этого, в принципе, нет. Ну, в общем, всему свое место и время. Я думаю, что вы меня поняли. Ну, наверное, я ответил на все вопросы. Может быть, есть у вас какие-то комментарии к этому. Пишите, пожалуйста. Их будем читать и обсуждать. Спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. И, в общем, пишите правильный код. Спасибо за внимание.